Этот последний сюжет нашей третьей недели называется «Смотрите, как это делается у нас, теоретика группы веков». Не то чтобы я был сам теоретикой группы веком или себя к ним причислял, но сейчас я буду надевать этот кафтан, то есть весь этот курс. Я его читаю, этот курс в кафтане «Теоретика группы века». Смотрите, рассмотрим конечную подгруппу в группе движений нашей прямой. А группа движений прямой состоит из всевозможных переносов и всевозможных отражений на любые вектора влево-вправо и от любых точек О. То есть вот здесь, внутри вот этого бесконечного множества, состоящего из двух непрерывных семейств, мы должны искать какие-то конечные подгруппы. Итак, утверждение номер один. Не может. Да, давайте-ка подгруппу, которую мы исследуем, назовем какой-нибудь группой H. Вот так, буковкой H. H — это подгруппа конечная. Вот так это записывается. Количество элементов, да, во множестве записывается вот таким образом. Значит, количество элементов в нашей подгруппе меньше плюс бесконечность. То есть конечное количество, и все. Не может быть T, V принадлежит H, ни при каком V не равно нулю. Вот так, сразу как гром среди ясного неба. В конечную подгруппу движений прямой не может входить ни один перенос. Почему? Потому что если T, V входит в нашу подгруппу, то тогда T, V на T, V тоже входит в нашу подгруппу, не так ли? Ну, подгруппа, она так и определяется, что композиции элементов внутри нее должны давать элементы тоже внутри нее. Но, извините, T, V на T, V это T на 2, V. Перенос и снова перенос, это перенос на двойной вектор. Дальше, надеюсь, всем понятно. И так для любого N. Для любого N равно 2, 3, 4 и так до бесконечности. T, V на T, V на T, V и так далее. Вот это вот взял N раз, да? Это называется N-ная композиционная степень какого-то элемента группы, в данном случае преобразования, переноса. Это просто перенос на N-кратный вектор. И все. И он тоже должен принадлежать H. Но это невозможно, потому что это все разные переносы на все более длинные вектора. И этих переносов вот таких уже бесконечное количество. Значит, не может такого быть, чтобы хоть один нетривиальный перенос принадлежал нашей конечной подгруппе. Прекрасно. Отлично. Утверждение 2 не может быть двух разных отражений то есть относительно разных точек из H. То есть где A не равно B. Почему? В силу утверждения 1. Иначе. Это же конечная подгруппа. Значит, в ней можно брать композиции. Иначе. Sb, выполненная за S, а тоже принадлежала бы H. Но это же перенос. Перенос на двойной вектор AB. Помните таблицу с композицией? Принадлежал бы H. И все. Мы попадали бы в условия пункта 1. Значит, если есть два разных отражения, то тогда мы попадаем в условия пункта 1. У нас есть перенос. И это противоречит конечности подгруппы H. Все. Эти два утверждения разбомбили задачу в хлам. Потому что теперь ясно, что? Что из всех вот этих вот и вот этих вообще может в нашей конечной подгруппе содержаться только один элемент. И он должен быть обязательно отражением. То есть если в конечной подгруппе больше одного элемента, то либо там есть перенос, что противоречит U1, либо там два отражения, а значит есть опять перенос, но это противоречит U2, короче. То есть в нашей конечной подгруппе не более двух элементов. Ну, а следовательно, конечная подгруппа должна выглядеть как? Либо как просто E, но это совсем уж неинтересно. E у нас ID. Тождественное преобразование и больше ничего. Но это какая-то совсем глупость. Да? Ну что это за конечная подгруппа? Это совсем неинтересно. Либо конечная подгруппа выглядит как ID и какое-то одно отражение. Это действительно подгруппа. Все по чесноку. Потому что, да просто возьмите и составьте таблицу с композицией. ID, SO, ID, SO. ID на ID, ID. ID на SO, SO. SO на ID, SO. SO на SO, ID. Все внутри лежат. То есть вот такие двухэлементные подгруппы. Их там бесконечное количество. То есть любое. Можно взять любую точку, построить на этом основании отражение и включить вместе с E, вместе с ID в подгруппу из двух элементов. Полное описание завершено. Кстати, обратите на это внимание. В неделе, посвященной теории групп, мы эту табличку еще вспомним. Мы ее уже видели сразу в двух воплощениях. Чего-то нечет. Даже в трех. В общем, в сумме в четырех. Вот такая. Чего-то нечет по сложению. И тип перенос отражения или, соответственно, поворот отражения для групп движений. В абстрактной теории групп это просто говорится, что это одна и та же группа. Группа из двух элементов, она только одна. Хорошо. Перейдем к более сложной ситуации. Конечные подгруппы. В группе движений окружности. Продолжение следует...